СОЛЬСОВ 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 Ну, это точка последняя, о которой вы говорили. Есть такие товарищи, которым я не завидую, но я понимаю, что всё зависит от моего взгляда, и я должен пробуждать зависть по отношению к ним, и именно к тем, которые кажутся ничтожными. Сожалеть о том, что они выглядят такими ничтожными, И в той степени, в той мере, в которой ты их видишь ничтожными, ты должен разградиться на своё эго, что твоё эго такими их перед тобой представляет. Дальше. Да, но как-то меня приближает вот это вот... Ты всё время ищешь, как быть ниже, чем товарищи. Если ты можешь представить себе так всю группу, но не разом, а в твоей работе каждый раз по отношению к каждому из товарищей, где ты чувствуешь, насколько ты ниже, чем он, и в конечном счёте ты самый маленький, ниже всех, чем вся группа. И тогда, насколько ты хотел бы соединиться с ними, включиться в них, и захотел бы, чтобы они взяли тебя к ним, к себе вместе, во всё это духовное путешествие. Во чём я их меньше? А в чём они более в велики, чем я? Во всём. Они более объединены между собой, они ближе к Творцу, они больше находятся во взаимных связях между ними, а ты находишься вообще вне их, вне круга группы. Ещё вопрос, почему нужно завидовать и над тем, который кажется ничтосным, самым маленьким, ведь же это среднее чувство зависти. Ты получаешь правильное направление, насколько твоё эгоистическое желание тебя обманывает.